С первых дней войны украинцам активно помогают жители Казахстана. Собирают продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, одежду. Из Казахстана в Украину уже отправили более 450 тонн гуманитарной помощи. С первых дней войны, когда сотни, тысячи казахстанцев начали нести инициативно, без призывов, гуманитарную помощь к посольству Украины, и это были действительно тысячи людей, сотни, тысячи каждый день, По словам Татьяны, волонтеры работают напрямую со штабами в Украине, от которых они получают запросы. Чаще всего помогают больницам и детским домам. Когда поступает заявка, волонтеры в Казахстане объявляют сбор. Недавно искали средства на самокаты в реабилитационный центр. Еще одно направление – это поддержка украинцев, которые эвакуировались с оккупированных территорий Украины в Казахстан. Те семьи, которые женщины и дети, мы стараемся максимально помочь. Это и продуктовые наборы собираем, и полностью стараемся обеспечить их. Кого-то помогали на работу устраивать, жилье находили. Если это женщины и дети, то стараемся их держать. Под опекой волонтеров оказались и крымские татары, которые выезжали с полуострова после объявления России частичной мобилизации. Именно представителям этого народа оккупационные власти в первую очередь раздавали повестки. Ну, конечно, когда мы делаем какие-то призывы, когда какие-то запросы горячие поступают, люди больше несут. Или вот когда что-то происходит, типа вот мобилизация, которая была, и опять поток пошел тех же крымских татар, тысячами, которые у нас были. Мы призывали, что их… А все приезжают раздеты, разуты фактически. Например, мужчина приходил, говорит, я даже домой не зашкодил. Когда узнал, мне жена привезла рюкзак, я вот этим рюкзаком уехала. Он там практически в сланцах. Неравнодушные казахстанцы проводят благотворительные мероприятия, вырученные средства от которых тоже идут на нужды украинцев. Это мастер-классы, фестивали. Олег – один из тех, кто организовал в Астане хендмейд-маркет. Все лето у него с командой работала юрта или ярмарка в центре города. И вот мы делаем своими руками значки, браслеты, кулоны. Казахские художники предоставляют нам разрешение на печать своих работ. Кто-то предоставляет картины. В Украине у нас есть знакомые волонтеры, которым мы доверяем, с которыми мы уже давно работаем. Закрыли множество кейсов по гуманитарной помощи. Среди них – закупка корма для бездомных животных. Также волонтеры обеспечили некоторое количество украинцев, дома которых пострадали в результате обстрелов, электрическими плитами. Они работают от генераторов, и люди могут приготовить еду не на костре, а на плите. В Ирпине мы помогли хирургу. Он остался, когда начались военные действия, остался в городе, помогал местным, помогал людям, которые к нему обращались совершенно безвозмездно. Мы закупили медикаменты, все, что требовалось. Закупили налобный фонарь с зарядником, качественный, для того, чтобы можно было в любое время эту помощь осуществлять. Сейчас Олег с командой продает свои изделия через Инстаграм. Купить их и помочь украинцам можно из любой страны мира. Казахстанцы реализуют еще ряд творческих проектов. Плетут ангелов свободы, небольшие сине-желтые обереги. Вырученные с продажи средства передают для восстановления украинских школ. Эта акция уже стала глобальной. Ангелов свободы плетут во многих странах, таким образом демонстрируя поддержку и солидарность с Украиной.